Марина Африкантова заплела афракосы и нарвалась на очередную порцию критики автор 4.09. 2019 звезда телепроекта «Дом 2» Марина Африкантова сменила имидж. Девушка всегда очень трепетно относится к своим роскошным волосам, но сейчас решила подвергнуть их серьезному испытанию. Ко дню знаний Марина заплела волосы в дреды и соорудила из них причудливую прическу. О том, что практически каждая участница проекта «Дом 2» наращивает волосы, телезрители знают уже давно. И Марина Африкантова не стала исключением. Девушка всегда тщательно ухаживает за своей наращенной шевелюрой, благодаря чему ее волосы выглядят потрясающе. Но в преддверии 1 сентября Марина решила подвергнуть свои волосы жестокому испытанию. Она заплела их в десятки тонких косичек на манер африканских дредов. Также девушка добавила своему образу яркости, сделав косы частично розовыми. Часть заплетенных волос она собрала в пучки. В подписи к своей публикации участница телестройки уверила своих фанатов в том, что создание такой прически абсолютно не вредит волосам. «Вы же знаете, что я никогда не буду вредить себе, тем более своим красивым волосам. Это абсолютно безопасно для волос. Я не переживаю, вы не переживаете. Но вот восторг африкантовой от новой прически разделили далеко не все поклонники. Можно сказать, что критических замечаний под публикацией собралось значительно больше, чем комплиментов. Не идет, пора уже соответствовать своему возрасту. Будете более достойно выглядеть, если честно, то ужасно. Не идет, Марийночка, снимите этот кошмар, твоем возрасте нужно выглядеть иначе, но никак не тринадцатилетним подросткам, престарелая русалка. Или Барби, ужас, как маленькая девочка, нет. Сними это чудо, тебе идут твои золотистые волосы, а не это пародия для фриков, пишут фолловеры. Мария и Ножи не ожидала, что новая прическа вызовет такой ажиотаж среди подписчиков. В связи с этим она опубликовала новый пост, в котором призвала своих фанатов не бояться перемен. Апостров закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова